Я предоставляю микрофон, собственно говоря, микрофон должен быть у следующего выступающего свой, а следующий выступающий это Жумакаева Айнура Маратовна, доктор медицинских наук, международный научно-производственный холдинг «Фотохимия» Караганда, и этот доклад будет сделан онлайн. Пожалуйста, Айнура Маратовна. Выявление группы риска, требующей дополнительного лечения или более тщательного наблюдения среди больных в ранних стадиях, либо оценка чувствительности к определенным видам терапии и индивидуализации схем лечения больных распространенным процессом является актуальной задачей современной онкологии. Поэтому изучение новых молекулярных маркеров может быть использовано при разработке оригинальных препаратов, направлено на воздействие на молекулы лекарственного вещества и блокирующих регулируемые им процессы. Поэтому оценка экспрессии и концентрации H-RAS онкобелков и их влияние на эффективность проводимой терапии рака молочной железы с включением ингребиторов арнозилтранспиразы, препарата арглобин, как предполагаемый таргетный агент, является актуальной. Актуальной является еще потому, что онкобелки H-RAS являются экспрессируемыми во всем организме, но в последнее время есть очень много работ о том, что у пациентов при раке молочной железы экспрессия H-RAS белков была в значительные разы выше. Собственно, на этом была построена диссертационная работа. Оценить влияние экспрессии H-RAS онкобелков в эффективности неодевантной терапии рака молочной железы. Дизайн исследования предполагал ретроспективный анализ морфологического материала пациентов, у которых был диагноз рак молочной железы, иммуногистохимической верификацией тканевых маркеров, экспрессии эстрогена, прогестерона, ГЕР-2 и КИА-67. Иммуногистохимические определения экспрессии H-RAS онкобелков до и после проведенной терапии. Корреляция определялась корреляция исследуемого белка H-RAS белка с золотым стандартом иммуногистохимического исследования. Вторым этапом исследования мы разделили в зависимости от наличия экспрессии H-RAS две группы. Исследуемая группа с положительной экспрессией H-RAS у нас вышло 45 пациентов и группа сравнения с отрицательной экспрессией H-RAS 55 пациентов. Сравнительный анализ показателей непосредственной эффективности неодевантной химиотерапии по критериям ответа солидных опухолей в зависимости от группы их исследования. Основное хочется сказать, что пациенты были разделены, это было ретроспективное исследование и наша задача была посмотреть, как реагируют белки в зависимости от экспрессии в той или иной схеме терапии. Так вот, у нас было три схемы терапии. Это схема стандартная, адриобластин с циклофосфаном, АЦ, так называемая, там 38 пациентов было. И схема адриобластин с циклофосфаном плюс препарат арглобин, который является ингибитором фарнозилпротеинтрансферазы, переносчиком этих H-RAS белков. И монохимиотерапия одним препаратом арглобин. Группы были поделены соответствующим образом, и мы выявили, что пациенты в среднем по уровню экспрессии H-RAS в среднем распределение было равноправно. Оперативное лечение в объеме радикальной резекции или радикальной мастектомии следующим этапом было. И оценка опухолевого лекарственного фотоморфоза по лавниковой. Адивантная лекарственная терапия была проведена в дальнейшем и была определена оценка безрецидивной выживаемости у пациентов. Что в отношении экспрессии иммуногистохимического анализа? Мы определили, что гиперэкспрессия онкобелков H-RAS была у 32 пациентов. Умеренная экспрессия онкобелков была у 10 пациентов. Низкая экспрессия онкобелков H-RAS у 3 и отсутствовала экспрессия у 55 пациентов. При проведении корреляционного анализа оценка связи количества онкобелков в клетках. Это определенная шкала использовалась. И здесь было полное соответствие чувствительности этой шкалы. Мы ее применяли. При корреляционном анализе рецепторов эстрогена, стандартных иммуногистохимических показателей с белком H-RAS, мы выявили, что экспрессия H-RAS белков была высоко положительна с HER2-позитивным раком молочной железы. Также высоко определялась корреляция с КИА-67, то есть уровнем экспрессии ВК. Чем выше экспрессия ВК КИА-67, тем положительной была экспрессия H-RAS. Эффективность лечения. Стандартно в онкологии мы используем общий эффект стабилизации или прогрессивные заболевания. В общем эффекте при отрицательной экспрессии H-RAS, у пациента с отрицательной экспрессией H-RAS, мы наблюдали 45%. В положительной экспрессии общий эффект составлял 26, то есть практически в 2 раза меньше при положительной экспрессии. Стабилизация процесса при отрицательной экспрессии было 8 пациентов, и при положительной было 12 пациентов. Прогрессирование заболевания наблюдалось в отрицательной экспрессии у 2 пациентов, а при положительной экспрессии у 7 пациентов. То есть меньше объективного эффекта, но больше прогрессивных заболеваний при положительной экспрессии и при наличии H-RAS положительного статуса опухоли. Под групповой анализ мы делили пациентов и исследовали именно по группам. В группе пациентов, которые получали схемотерапию стандартную АЦ, отрицательная экспрессия встретилась у 18 пациентов, положительная у 13 пациентов. Это при общем эффекте. При стабилизации процесса, соответственно, 26% и при положительной экспрессии 12,5%. И прогрессирование было практически одинаковым в данной группе. Группа пациентов, которые получали триплет, адриобластин, циклопосфан с арглобином, общий эффект составлял при отрицательной экспрессии 7,94%, а при положительной экспрессии 66% пациентов. Стабилизация процесса при отрицательной экспрессии 5,6% и при положительной экспрессии стабилизация достигла 25% пациентов. И прогрессирование заболевания в отрицательной экспрессии данного прогрессирования не было, поскольку это был триплет, а с положительной экспрессии был 8% прогрессирования, 8,4%. Эффективность лечения, значит, группа монотерапии с арглобином, мы выявили, что общий эффект у нас был 85%, 85,6% это при отрицательной экспрессии, и при положительной экспрессии был незначительный эффект. Это 29,4%. Тогда как стабилизация процесса была больше, 41%, и прогрессирование здесь также было больше, с учетом того, что была монотерапия. Так, показатели эффективности у пациентов рака молочной железы с отрицательной экспрессией, да, и показатели непосредственной эффективности, то есть непосредственную эффективность мы оценивали по показателям резистов. И мы выявили, что у пациентов, которые получали схему АЦ и АЦ с арглобином, были высокие показатели непосредственной эффективности. И положительный уровень экспрессии до начала соответствовал практически, то есть он не менялся у тех же пациентов, которые было до лечения и после, до неодевантного лечения, да, и после неодевантного лечения практически был одинаковый уровень экспрессии. Оценка безрецидивная, это помогало нам в дальнейшем распределить терапию после операции. Значит, в дальнейшем пациентка уходила на, если у нее был высокий уровень, высокий уровень патоморфоза по Лавниковой, практически 95% пациентов у нас было с высоким уровнем, и они распределялись дальше на адевантную терапию. И дальше мы изучали у этих пациентов, это исследование было проведено в 2014-2016 году, и в дальнейшем мы уже еще исследовали безрецидивную выживаемость у данных пациентов. Что мы получили? Получили мы следующие показатели. Безрецидивная выживаемость у пациентов в исследовываемой группе была практически в два раза ниже, чем у пациентов, то есть с положительной экспрессией H-1 она считалась более агрессивной, и при отрицательной экспрессии H-1 показатели достигли до 35 месяцев, а с положительной экспрессией 15 месяцев безрецидивная выживаемость. Сравнительный анализ, погрупповый сравнительный анализ показал интересные результаты. Группа пациентов с стандартной схемой лечения АЦ имела 33%, 33 месяца средний показатель до выживаемости. Группа, это уже при положительной экспрессии. И следующее, это, вернее извиняюсь, при отрицательной экспрессии было, что стандартная схема, что схема с арглобином имели 33 и 34 месяца безрецидивную выживаемость, а схема с арглобином имела 25 месяцев. Это отрицательная экспрессия. Положительная экспрессия H-1 мы увидели хорошие показатели именно в плане монотерапии, безрецидивной выживаемости, арглобин показал 16 месяцев, практически был приравнен к схеме триплета. Итак, впервые было обнаружено, что в группе пациентов, получивших терапию препаратом арглобин и стандартную схему АЦ, не встречались онкобелки H-1. В группе пациентов с монотерапией препаратом арглобин в 33 и 5% случаев обнаружены изучаемые белки, тогда как в 65-5% случаев изучаемый белок был неопределен. При этом установлено, что наиболее эффективным режимом терапии являлся режим триплета, адриобластин, циклофосфал и арглобин. Частота общего эффекта при положительной концентрации онкобелков H-1 составила 86,6%. Установлено, что монотерапия препаратом арглобин показала достаточно высокую эффективность при отсутствии онкобелков H-1 и частота общего эффекта составила 72,8% при комбинированном лечении АЦ и препаратом арглобин. Уровень экспрессии повышался в 3,16%. Таким образом, мы получили данные о том, что препарат арглобин целесообразно назначать у пациентов с высокой экспрессией H-1 и высокой экспрессией H-1, где мы выявили хорошие показатели по безрецидивной выживаемости и по показателям непосредственной опухолевой эффективности. Благодарю вас за внимание. На этом мой доклад завершен. Спасибо большое за доклад. Спасибо. А кто желает... У нас есть контакт, да? Вы меня слышите? Да, уважаемый председатель. Кто желает задать вопросы? Делайте, не будем, да. Можно ли? Да, спасибо большое. Будьте любезны, скажите, вашего исследования достаточно, чтобы предполагать, что арглобин, вернее, даже не он, а эта пара арглобин и высокий уровень, раз, могут являться предикторами ответа на лечение стандартной схемы АЦ? Нет, здравствуйте. Спасибо большое за ответ. Я сразу так... Доброе утро. Мы не можем вообще, по идее, если мы определяем уровень экспрессии до начала лечения, и если мы выявляем, что у пациента, которые имеют положительные экспрессии, по H1 и по HER2-ню, у этой категории пациентов мы можем дать такое заключение, что данная схема может быть предиктором эффективности именно триплет. АЦ с положительной экспрессией, он только не работает, чисто АЦ он не работает. Мы показали в этой работе, что АЦ работает вместе с арглобином. Очень короткий вопрос. Но поскольку арглобин, он больше, так сказать, применяется при лучевом воздействии и при раке молочной железы, это тоже стандартный метод лечения, Вы не пробовали сравнивать судьбу НРАС в двух терапевтических схемах? С лучевой или с химиотерапией? По поводу данного исследования не пробовали. Пациенток выбирали только по данной категории, то есть их ранжирование было. А на лучевую данные пациентки не поступали. Соответственно, мы брали просто уже этот протокол, там же исходя из протокола было исследование. Соответственно, такого исследования не проводилось. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое за вопрос.